Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протвиток. Меня зовут Дмитрий. Многие считают, что хорошего урожая нельзя получить без применения минеральных удобрений. Однако это не так. Существует много натуральных удобрений, и сегодня я расскажу о нескольких из них. Первое – это роговая стружка. Это удобрение, сделанное из рогов и копыт крупного рогатого скота. В данном удобрении от 14 до 18% легкоусвояемого азота. Все дело в кератине, который постепенно разлагается в почве и обеспечивает растение азотом. Преимущество данного удобрения в том, что азот потребляется растениями постепенно, а значит не будет угрозы ожога корневой системы, либо накопления нитратов в тканях растений и плодах. Кроме того, роговая стружка богата и другими элементами питания – фосфором, калием, а также магнием и другими микроэлементами, которые обеспечивают растение нужным питанием. Так как роговая стружка является пролонгированным удобрением, то она действует в почве длительный период, может использоваться растениями в течение двух лет. Роговую стружку можно применять как весной, так и осенью под перекопку, но в квадратный метр понадобится всего 200 грамм удобрения. А еще это удобрение можно подсыпать непосредственно в лунку перед посадкой. Понадобится всего 50 грамм на одно растение. Такое удобрение отлично подойдет и для томатов, ведь растения будут постепенно подреплять азот, а значит не возникнет жирования в ущерб плодоношению. Второе удобрение, о котором я хочу рассказать – это костная мука. Костная мука изготавливается из костей животных. В ней содержится до 15% фосфора, а также калий, кальций, железа и другие полезные для растений микроэлементы. Преимущество данного удобрения в том, что питательные вещества усваиваются растениями в течение 5-8 месяцев, а значит в растениях не будут накапливаться нитраты, в отличие от применения того же птичьего помета либо навоза. Костную муку можно вносить под перекопку почвы, а также для подкормки ягодных кустарников и плодовых деревьев. Однако следует знать, что костной мукой не подкармливают растения, которые любят кислую почву, такие как голубика, верески или рододендроны. И еще очень важный момент при покупке данного удобрения. Приобретайте костную муку только в садовых магазинах либо садовых центрах. Не стоит приобретать костную муку на рынках. Там зачастую продают костную муку, которая используется на корм скоту, но в ней могут содержаться разные примеси, такие как отруби либо антибиотики, нежелательные для растений. Третье натуральное удобрение, о котором я расскажу, это рыбная мука. В ней содержится до 5,5% фосфора, около 10% азота и до 9% кальция. Ценность удобрения заключается в том, что в нем большое содержание кальция. Использование данного удобрения на почвах, где ощущается его недостаток, просто незаменимо. Однако есть нюансы в применении данного удобрения. Не следует применять удобрение на участках с избытком фосфора и азота. Также не следует применять данное удобрение на болотистых почвах и на тяжелых почвах. Идеальные почвы для применения муки – это легкие суглинки и черноземы. Рыбную муку можно использовать для подкормки практически всех культур. Идеальными культурами для подкормки мукой будут томаты, баклажаны, картофель. Ею можно подкармливать также плодовые и ягодные культуры. Примерные нормы внесения. Под картофель понадобится около 100 грамм рыбной муки на квадратный метр. Под томаты – 20-40 грамм в посадочную лунку. А под плодовые деревья и ягодные кустарники – около 20-30 грамм на метр квадратный. Все перечисленные удобрения являются натуральными. Не загрязняют окружающую среду грунтовые воды и почву. В них достаточно элементов питания для наших растений. Обязательно применяйте данные удобрения у себя в саду и в огороде и получайте экологически чистый урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин